всем привет разнотравия для наших птиц сейчас покажу вам какое растение едят хорошо птицы вот сейчас он уже есть даже корзиночки вот они еще покажу это растение деви сил девять сил значит вот здесь кустам кусты видно вам желтыми цветами вот можно попробовать сорвать немножко рановато хотя щеглы слышно они здесь тусят это их не любимая кормовая база здесь очень много бодяга крапивы ворсянки в общем таких растений шалфей которые птицы очень хорошо любят их чуть попозже сейчас пойду сниму вам ворсянку покажу все ну вот идем дальше под берегом речки посмотрим что у нас тут пижма цикорий дикая петрушка полевой осод полы не полно дурнишек только молодой проклевывается по сезону хорошо идет слышно как щеглы мы подберемся поближе покажу вам сейчас как кормятся щеглы слышу их по перекличке по их не по моему сейчас они там с молодым потом что-то свои ну-ка на плянки надо с утра приходить почему-то не по по раннему любят кормиться сейчас постараюсь подойти поближе и получится зумом увеличить то покажу вам как кормятся на каких растениях на ком бодяге если не спугну их вот показываю бодяге вам один из видов бодягов который сейчас в наших краях в наших местах излюбленный корм можно считать моно корм после цикория синяка обыкновенного асота но в основном вот он кормится где здесь утром очень рано утром если прийти то можно заснять целые стайки поближе покажу значит растение вот она уже ранее показывал сегодня снимал уже тут его конечно по сезону тоже стоит октябрь сентябрь даже ноябрь он долго стоит синеголовник этот почему синеголовник когда цветет он такие у него светло-голубые синий что ли такие цветы ну где-то всего сидят они тут он сидит ушел кусты вот я показываю очень заросли очень большие трудно уследить когда их много то сразу дерутся щебечут сразу определяешь а когда они по одному по 2 большой объем так сказать площадь большая тут его трудно выследить попробуем вот бузина черная попробуем подойти слезать и очень тяжело пробираться через все эти колюки особенно когда думаешь ну не пойду собирать что-то типа в шортах нормально кажется ненормально здесь потом на этих колючках на крапивах все жжет вот на бузина ну думал срезать на компот но еще рановато только на поспевает где-то недели через две будет самое то самое будет смак можно будет насушить ее добавьте компоты и как основное а как чему так яблоням сейчас можно груша на верхушке смотрю там хорошие черные провисит туда не достать но бокс не потерпим ничего страшного очень мочегонная бузины на ночь лучше не пить компоты с бузиной и с кукурузными рыльцами обычно когда кукурузу варю то варю вместе с рыльцами с листочками бывает вместо компота очень хорошо ну мочегона очень тоже средство очень отлично вот показываем еще тут крапива семена только-только начинают все рановато вот на циклахена только начинает свистеть даже еще только-только один из любишь из излюбленных кормов коноплянок чижей чего можно этом корме я обычно практически отсев от амброзии циклахена можно держать птицу свободно спокойно не переживать за ее здоровье вот еще когда семечки есть время даже со шляпками вместе со шляпками аккуратно храню их в огороде вот они там влажные но бывает замачиваю про и пребиотиках эту прям шляпу намокает на день не лежит или 2 намокает вам хорошо и подвешиваю ее и выедают прям семена вместе с оплодиями всеми со всеми идет на росла который правильно назвать все почищают прям до до корней прям все может так выразиться вот он лопух большой но если цветет но заканчивается есть который только цветут еще ну вот покажу вот они головки да но срезала такие не берут все таки как говорится сезон все по сезону тоже излюбленный корм ноябрь декабрь если останется у них здесь головки семена так обычно выбивает все зеленушки с иконоплянка немножко разломить и обычно в шарами скатываю семена потом разделяю вот шикарное растение синяк обыкновенный ну что интересно покажу видео цветочки дают розовые и синие голубые вот они голубые это еще не опыленные цветы а вот когда опыленный получается от розовой что интересно это вообще конечно природа да вот так опыленный цветок всего тоже хорошо птицы берут ну вот он пошел вот они тут три штуки съят на деревьях ну видно меня то видели еще один это сидит ну кормиться полетели сейчас вам покажу еще одно растение ну да я уже сажал его почему-то двулетние растения двухлетние на второй год плодоносит у меня сажал много ну что-то вот выросла почему-то в этом году одно такое растение до нас есть такое достаточно мощное не виду ствол по высоте очень цветет интересно как сирень цвет такой вот вам покажу вот называется ворсянка вот он ствол вот даже можно заметить что отсвевшие головки они вот так уже вот сирененькая видно так вот вот сиреневая немножко ну вот такие вот дела что мы сейчас подрежем еще циколи надо пойти сейчас найти хорошие кустики я не люблю когда не раскидистые сильно такие как более кучнее такие веточки когда стоят и как стволы даме очень удобно давать им вольер такие раскидистые так сказать вот сейчас одного спустя спугнул сидел на этом кусту водях излюбленных пор спугнули и сейчас мы поближе подойду может я увижу их ну уже время такой с утра бы хорошо сама сама рано утром только только солнышко встают они после ночевки спускаются на кормежку вот их не тут излюбленное место кормовое ну чё-то никого не вижу где-то слышу никого не вижу ладно сейчас попробую высмотреть и снять вот растение еще одно из рода васильковых мы называем перекати поле тоже по сезону хорошо берут ее ну-то ближе к зиме зимой семена миссии там даже есть насекомые личинки на растение еще пока называется скирда сейчас они и так побьют побьют и все вот показываю еще один вид бодягом покрупнее немного тоже бодяг но этот идет попозже где-то сейчас скажу сентябрь октябрь в этом районе таком такое время года вот он еще тысячелистник головка тоже хорошо берут его по зиме хорошо вот слетается потихоньку силы слышно на карминку я мешаю видно я хожу тут одежда ищут где-то вот он сидит дело не вижу все увидел где сидят они знают ручками подойти или нет ближе она сорвутся несколько особей кортится где подъехал на бодяге на видео на камеру нам не видно она сидит молотит она сидит молотит вот тут пижма ну уже вот такое состояние ее в таком состоянии семена но еще не берут они обычно после морозов когда пройдут очень дожди потом заморозки не берут ее вот они кусты бодяга которые сейчас они пока не берут еще рано только начинает он твить